Закончив свои дела в баре, я направился в тёмную долину, где должен был найти квестовый тайник. Но там оказались артефакты, уровень радиации которых не способен сдержать мой контейнер. Теперь надо идти на болото, для того, чтобы продать свои запасы частей монстров и купить ящик получше. Не забудьте поставить лайк под это видео. Приятного просмотра! Пришёл я в депо поговорить с Артёмом Кулинаром. Подделай, вопрос имею. Ну, тебе чего? У вас тут стычка недавно с бандитами была. Вроде даже подстрелили кого-то. Не было ничего интересного при нём. У них говорят, иногда журналы можно найти. Ну эти, ты понял. А то я в баре уже всё пересчитал. Не, ничего, фигня всякая. Пара автоматов с трупа и с положивого. Мы его даже добивать не стали. И патрончиков немного. Никаких журналов. В общем, если бы пару пузырей не нашли при них, так ничего бы интересного и не было. Ну, вот ещё на трупе ПДА нашли. Как раз в него две пули угодили. Короче, хлам полный. Ну и? Что и? Пару сотен дробей, он твой, поиздержали слегка. А монстры такие лезут, сам видишь. Почему-то я даже не сомневался. Прям сразу пару сотен, а может по-другому решим? По-другому говоришь? Вот тебе монстрятина всякой. У Дэна на кордоне сменяешь. Тут недалеко. Если не хватит, по пути настреляешь. Сам я, как ты понимаешь, отлучиться не могу. Вроде как за старшего тут приглядываю. На меня принесу, жди. Всё? Где там, говоришь, вещички того мазурика? Дробей принёс. Был же уговор. А то бы я спрашивал. Вот всё, как договаривались. Спасибо, меченый. Молодца. Вот тебе его ПДАшечка. Ну и от меня маленький подарочек. Два энергетика, колбасы и хлеб. Да уж. От ПДА один корпус остался. Можно сказать. И тот гнутый и битый. Ну раз ничего интересного, буду старые журналы в баре перечитывать. Смотрю, к жизни возвращаешься, меченый. На слабый пол потянуло. До встречи. Ну а то всё, в принципе. С этим ПДАшником мне нужно идти к Борову. Но я сейчас не пойду в Тёмную долину. Я пойду на болото. За контейнером. Сдать по хому части тел. Плюс у нас тут должен быть где-то бандит. С ПДА Макса Любера. А так же ты ничего побыскать. На локомотиве. Поэтому как-то так. Время у нас 4.23. Можешь поспать. Только каким образом двинуться, не совсем понимаю. В идеале бы через забытых ударов. Скорее всего так и поступим. Что там, сильно разгрузился? Ну как сказать. Разгрузился и тут же набрал частей тел. Но с другой стороны я их могу сейчас обменять. У ПАХОМа опять-таки. Да, недорого, но что-то. Кстати, хвосты понабрал. Очень много хвостов, как видите. А, теперь у меня 6 хвостов. Ё-моё. И некоторые из них уже протухают сильно. Вот в идеале мне бы сейчас побежать в санаторий вот сюда. И с санатория прыгнуть в кишку. И отсюда добежать. И отдать ему, взять коробку с ящиком колбасы. Идти обратно. Таким же путём возвращаться. С этим ящиком колбасы тащиться. Он, наверное, килограмм 8 весят обратно, что ли. Короче, всё-таки я пойду на болото. Да, скорее всего какой-то хвост протухнет. Откуда у меня хвосты? Вот тут спавниться псевдо-собаки настрелял. Чтобы не было вопросов. А них отсюда видно будет вообще? Темно же, нихрена не видно. Не, никого не видно. Ладно, потом подойду поближе. Давай сейчас поспим. Время, как видите, позднее, тёмное. Ну, конечно, тут через час уже, даже через полчаса рассвет будет. В 5 утра уже довольно светло. Но, мне кажется, я не очень хорошо поспал таки в баре. Надо маленько отоспаться. Выкидываю, ложусь. Зафиксирован взрыв схрона на территории долго. Что, серьёзно, что ли? То есть в мою нычку всё-таки влезли. Куда 11, типа 1, 2. Ну так и я, так всё и оставлял. То есть всё-таки не вытащили. Или просто не обновилась. Странная херня. В общем, через забытые таки прыгаем. А там уже будь что будет. Вон, вон собаки видим. Вон 50 собак лежит. Вон, а то же не поверят. Скажут, я скачал спавнер, распавнил свои хвосты. Вон они лежат. Ой, ой, ой. Там было штуки 4, наверное. Или 3. Маленьких хвостов я с них понабрал. Ну и как бы всё. Сейчас идём через забытый хутор на болото. А! А! Это что было? Ну, конечно же, пустая. Тварь, вообще, хрен пойми откуда. Прибежала. Вот я сейчас реально испугался. Кого-кого? Химера тут увидеть не ожидал. Мужики, здорово, как дела? Сюрприз нельзя воровать? Фима-турист. Да кто такой этот фима-турист? Ты не понимаешь. Паша эстет. Съешьте этого фима-туристов. Зачем я химера убил? Надо было, чтобы она его съела. И я забрал его тайник. Сречу, творя, творя, а? Набежали. Смотри, сколько. Это что вообще было? Вроде в глаз попадаешь, а вроде как-то что-то не особо. Лёт чего-утворяет. Они специально свою кандидатуру проталкивают. Охренеть, какая-то варь же учат. Смотри. Это не матёрая плотя, я так понял. Вот так. Ну и всё, у меня больше нет патронов для моей береты. Чё, я только одну замочил? Интересно. Ага, осталась всего одна. Не хватило патронов. Придётся добивать вот так. С автоматом уже это вам не шутки, плотя. Правда, у меня к автомату толком патронов не осталось. Вернусь, и тайник не о чем будет открыть. Так, ну что там у них? О, глазки будут. Я раньше не обращал внимания на иконку плоти. О, какая-то стрёмная. Деревья какие-то на заднем плане. И вообще такой фон светящийся, как будто я не знаю, откуда сделан. Ну что, только один глаз. А перевёл сколько, да? Ты что за ящик? Сюрпризы будут? А, это так, разбить можно. Давай разобьём. А, его ещё так не разобьёшь. Ух ты. Пачка патронов, 5,45 и пачка дроби, по-моему. Да ну. Слушай, а вот это жирно. Или как? А сколько ты выпала? 7 штук всего лишь выпало? Потому что я вроде обычные все заряжал. Если 7 штук, это конечно смешно. Ну ладно. Какие-то странные тут. А, ну да, получается. И что делать? Жесть, смотри, сразу кровосёк жёсткий. Это ужас. Но мне уже объяснили, что это разрабы поставили, короче, на край локации. Скриптовую аномалию? Это же надо додуматься. Но при этом, они сделали переход на краю локации. Позвольте похлопать. Так, тогда я аптечку использую. Обычную, кстати, я же те красные нашёл. Видишь, переход у нас вот тут. Я на забытом хуторе. Кстати, аж тут не был с момента последнего выброса? Получается, не был. По поводу этого тайника мне сказали, что это какой-то тайник, который спамнится в начале игры. И что его можно брать? Странная тоже какая-то фигня. Кстати, по локации бы не помешало побегать, да? Чтобы что-то найти. Там что, артефакт? Да, там артефакт. Вот и об этом я и говорил. Ну и бенгальский огонь сегодня по всему. А представляешь, если он пятого разряда будет? Охренеть тут мутантов всяких. Там кошки, здесь собаки. Как жить-то простым людям? Один кошак там. Ещё был один где-то тут, но он испарился. А? Вы что, сюда что идёте? Шапки, вас тут не хватало. Оставьте в покое, ей-богу. Давай, следующий кошак. Ух ты, а тут не один? Готово вроде. Да вы твари, какие же они твари, а? Что же вы сразу-то не подошли? Ну ладно, мне уже надо это как данное принять. Что я постоянно на это реагирую? Так оно и будет. А, нет, слезняк походу. Какой бенгальский огонь. Ничего не треснет бенгальский огонь тебе? Кошки пустые, да? Ну так, хвостик. Подбираем. Поднимаю арт, я на несколько секунд становлюсь максимально уязвимым. Ну и что там, посмотреть-то можно где-нибудь? Ух ты. Защита от пси-судороги. Хибический ожог. Подожди, он прям очень хороший что ли? Какого он разряда? Третьего разряда. Ну слушай, вроде неплохо. Что вы думаете по этому поводу? Мне бы еще крыль в камне найти, и там можно попробовать сварить слезняк. Кошка дерется там с кем-то. Слушайте, мне тут, ребята, вы там это... Вы деритесь, да? А я... Ох, как хорошо. Ну конечно. Нифига себе. Вон там теперь стая собака. Охренеть, что творится. И тут стая собака вообще кругом собаки. Да, поднимемся. Мне какой-то человек недавно в комментарии скидывал. Типа сколько может спавниться артефактов на локации? Там типа свалка от нуля до двух. Кордон от нуля до двух. Вот такие. В основном на всех от нуля до двух. Минуски, это правдивая информация. Тут вроде всего один на этой локации. То есть если я нашел уже, то вряд ли что-то еще будет. Кстати, забытый хутор. Магазинчик. Это же вот это место имело в виду. Только теперь шалк надо перевести. Ладно, оставьте меня в покое, песери. Свищущее радиоактивное место получается. Мне получается, надо поставить арт на минус радиацию. И пойти туда. Если что, быть готовым хапнуть антират. У меня они есть, благо. Пока все норм. Но именно вот этот болотный фон тут жесть, конечно. Никто здесь не живет? Какой-нибудь кровосос? На масле, понятно. То есть все-таки в кишку мне идти. Ну что такое? Ой, пошел процесс. Я просто боюсь идти отсюда и, знаешь, где может пропустить его. Ну нет, самое логичное место там, оно пустое. Все. Больше тут нигде никаких ни ящиков, ничего нет. Правильно? Правильно. Рецепт, скорее всего, в ящике бы лежал. За магазином, я думаю, уже нет смысла. Ну, во-первых, туда и не зайдешь. Тут болото уже. Короче, все. Ну, а что вы думали? Нам повезет, что ли он будет тут? Нет, конечно. Иди за три километра. Ну вот, зато есть вариант сходить с этими хвостами, если они еще не протухли. Ну и опять-таки, особо нет нужды торопиться по квесту с хвостами и ящиком колбасы, потому что на дикую территорию или там на янтарь, куда он мне даст переход, я еще... Ой, как не скоро отправлюсь. Ну, может, серии через 10, в лучшем случае. Ну, 8. Давай зажгем костер. А, ну да. Сохранение делаем. Ну, Арт, смотри, его главная, конечно, особенность, это минус 150 кровосека. Если пойдет кровь, ставишь, и все хорошо. Разве у вас был раньше этот плакат? Что-то я не помню. Забежал оглядеться. Не, ничего нет. Спички 980, опять-таки. О, мне надо. А, понятно. Шурик-шатун. Эх, столько приятностей лежит всяких в ящиках. Все свои 200 дроби отдал в депо. Четыре собаки и ни у кого ничего. Обидно. Ну что, снова этот проклятый путь, который я уже проделывал несколько раз. Да, патронов нет. Кто-то мне посоветовал иди, говорит, кровососов замощи. Это вообще как? Ну, типа, там, кровососы спавнятся, у них есть шанс шупальца выбить. В своем уме, вообще. Я так с ними мучился в прошлый раз. Убил их чудом. Просто там, гранату как-то кинул и задел двоих. Хорошо прям. Но не могу, я им в голову стрелять. О, процесс пошел. Привет. А! Вообще, смотри, опять понабежали. Смотри, крыса бежит, бежит. Все, не убежишь. Еще. Может, скажите, придет мама, папа, бабушка, брат, сестра, сват, брат. Все на свете. Ой, цех тушканов. Надо будет там же и нож новым купить, а то мы уже. Неужели нет ножей каких-то посерьезнее? Это довольно быстро изнашивается, если ты часто мутантов там обыскиваешь. То есть он уже меньше половины. Купил я его не то чтобы давно. Я не пойму, а что я перегружен-то? Я же дробь отдал. Ну, части тела, да, у меня много. 50 килограмм. А, 43 максимальные. А что это? Почему максималка 43, если было 46? Подожди, я не подхватил случайно черную метку или что-то такое бывает? Болезнь, короче, какая-то. НЛС-шная. А что? Куртка у меня нормального состояния. То есть, ну, она была уже такого же и ранее, и нормально все было. Что-то я сейчас вообще не понял, что случилось. Ну все, опять шавки сбежались. И ты откуда пришел, выродок? Прибежал, блин, на какого-то хрена, не пойми откуда. Еще будет кто? Надо же еще артефакты искать. Я на болотах находил хоть раз арта? Нет. Ну, вроде бы. Хвостов 11 штук уже собачьих. Что, иди отсюда. Тебе тут не рады. Ё-моё, у меня в глазах двоицы. О, какой сари. Это что за танцы были? Зато хвост был. Так, добегаю до мехдвора. Сохраняюсь там. Я оттуда уже на сгоревший хутор. Но я не знаю, у меня патронов все. Последние два магазина. То есть надо миновать всех. Тварей, мутантов, кабанов. О, смотри, захожу, а тут сидит целый базар. Вот этого я не ожидал. Мужики, что делаете? Федька возила. А что не Ярик? Это что, у меня? Да. Куда собираешься, может, вместе? Отдохнем и на пост пойдем там поохотимся. В общем, какие-то ребята-сталкеры тут сидят. Отдыхают. Не пришлось спички тратить. Подарков нет? Нет, конечно. Ну, тут кабанчики, как обычно. То есть вот так я не пройду. В прошлый раз я проходил вот так. Тут, конечно, кабанов нет по этой стране. Но бывают другие страшные твари. Типа кошки, тушканы, псевды-собаки. Охренеть, как так? Я вышел за намарии? Я же никогда из них не выходил. Ну ладно. Вроде как-то особо-то не видно никого. Но сейчас пойдут. Кстати, к тем аякам все-таки, я думаю, надо сходить в гости. Они меняют патроны на еду. Типа одна консерва, одна булка. Это равно 30 патронов 5.45. Вроде так. А что, мне надо? Правда, у меня нет консервов. Ну так, хотя бы раз посетить, чтобы обрисовать ситуацию. О, о, кот. Еще кот. Ну, у них тут логово, как бы. Что ожидать? Просто надо сейчас их как-то замочить аккуратно. Может, они меня вообще не заметят? Вроде как надо именно сюда. Что это там за звуки одомали, а? Кто-то попал? Так, шар на месте. Больше никого. Кто хрюкает? Храпит, зараза, короче. Вот ты, подлюка, ты понимаешь, что я тебя по храпу нашел? А, ты еще вот так спокойно на мементаре спишь? Ну ты храбрый. Ээ? Ты че, мужик, че надо? Ну, а не буду гнать сразу, гнида, не гнида, да? Попытаемся все мирно решить. Это ты, Шерш? Делайся к тебе. Слышь, ты кто такой? Отвали, спать хочу. Проснись, мужик. Трибунал проспишь. Колись, куда пододевал? Который ты с кирпичом у долгов со всем на долине стянул. Ты че, прокурор? Имеешь дело, так и хавари. А то колись, молись. Налей опохмелиться. Тогда, может, будь ты тварь такая. Ты смотри, гад, а? Ну, ё-моё, где я тебе эту водку возьму? А я и не знал, если честно, про водку. Ну, это только у пахом на базе. То есть мне все-таки сейчас переться. Ой, бывает. Ты только тут копыта тогда не откинь хотя бы, дурачок. Бутылку ему. А, наверное, где одна, там и вторая будет, да? Сомневаюсь. Тогда что? Идем на насосную станцию. О! Пришли все-таки твари. С насосной станции на базу. О! Деритесь. Вот враг твоего врага, мой друг, как говорится, да? Объединились против меня и кошки, и собаки. Ну, хоть хвост один выпал. Смотри, бежит опять. Уже кошка за собакой бежит. Обычно же наоборот настолько кошка большая. Патронов 50. Охренеть, блин, ты борзая. Тоже ничего. Еще? Слушайте, ребят, вас сколько еще? Ну, а чему удивляюсь, болото? На них много всякой нечисти. Тушканчик вообще, он сейчас за 3 километра ко мне побежит. Я не могу с этих тварей. Все. Далее понатоптываем на тропинке. Сюда, что ли? Вроде что, с этой стороны сюда бежали. Ну, да, вот так вот. О! 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 Сразу смотрим, бежит ли кто-то. Вроде бы нет. Тушканчик побежал очень далеко. Жалко не статистики какой-нибудь, да? Типа, сколько частей тела отрезано. О! 26 патронов осталось. В той стороне тоже кровососы живут. Кстати, а тут я могу еще и бензин набрать. Но я вот думаю, а надо ли? Потому что... Ну, потом с этим обратно тащиться. Сейчас же я еще контейнеры возьму тяжеленные. Престайник надо обыскать. Здорово, мужики. Подарки есть? Нет. Вот здесь что-то тайник был, да? Уже исчез. По старой памяти забежал. Тоже квестов никаких нет. Там какие-то чеки мне надо искать. Но я так полагаю, они еще не скоро попадутся. И эти чеки уже можно будет на цинк патронов обвинять. Блин, можно пройти? Спасибо, пока. Вообще тут прям тонкая... А! Как вы забодали, твари, а! Просто ненавижу их. Тут хотел сказать, можно пройти их. Короче, да. Походу, я родейки хапнул сильно. Ну, в общем-то, ее вывести не проблема артефактом. Снял, поставил. А, уже все. Значит, обратно. Артефакт уже все. Ой, доживает последние дни. А что мы с ним делать с разряженным, кстати? Типа, мне нужно его успеть... Продать до окончательной разрядки. Или все нормально, и как бы... Если он полностью сядет, я могу его так же обменивать. И понятно, что продам я его уже за копейки. Но для обмена же годится. О, я... Ой, я дурак, а! Поганые собаки! Я пистолет забыл подобрать. А где я его уронил? А, я не помню. Где-то вроде на михдворе. Вообще, по-моему, до михдвора, вот тут в камнях. Какие вы твари, а! С этой своей противной способностью. Беретту просрал. Кошаки. На базу, покажи дорогу. А я, тем временем, от радиации, походу, подыхаю. Видишь, тут не показывает полноценно? Ну, два рентгена. А в деталях не показывается. Что есть с ребятами? О чем-то можно поговорить? Нет, нельзя. Работы мне тоже нет никакой. Демьян, зараза, молчит. Ну и пожилой человек сверху, скорее всего, тоже молчит. Даже не буду проявлять. Подзаработать от Ивана Сергеевича научные расчеты Сахарову. Ты дурак, что ли? Сахарову, я там никогда не был. Давай лучше пока обмениваться. Короче, мне почему-то сказали, что... Что сказали? Для восьми, для трех, вообще для одного. 15 тысяч, кстати, так же стоит контейнер. Кто-то мне намекал, что дешевле будет, но нет. Когти Химера однозначно пусть забирает. Да, вот видишь, сынок, какая новая коготь за 11 тысяч берет. Где-то у меня, по-моему, его брали там бармен за 2 тысячи. Поэтому когти забирает, хвосты пусть все к чертовой матери забирает. Все хвосты обычных собак, которые, ну, по 300 рублей новые стоят, тоже пусть забирает. Копыта кабана забирай. Ну и бошки тушканов тут по 100 рублей буквально. Тоже можно накидать. Ого, глаз плоть, а что такой дорогой, 2 тысячи стоит. Ну и все, 34 тысячи рублей. А как думаете, я сейчас не борщанул, потому что в итоге-то конечности пропадут. Ой, это настреляй я еще, думаю. Ну, конечно, тут одна совсем плохо. Просто думаю, может что-то оставить, потом там обменять, если пришел тот охотник, что меняет части. Да и, господи, опять-таки, до этого квеста еще миллион лет. Поэтому 3-4-4-1-1 продаем. Хотя, стоп, мне же на эти деньги надо наторговать, получается. Ну, контейнер для трех артефактов сразу берем. Для одного, я не знаю, нужен ли он мне. Спальный мешок можно взять, но он 2 килограмма весит. То есть, мне пока особой-то нужды нет такой, чтобы где-то спать. Зачастую на каждой локации есть где поспать. Радость туриста очень дешевая. Ну, кстати, можно, да, на патроны типа обменять. У того, вояки, 15 тысяч. По-любому новый нож, а то мой совсем уже плохой. Ну и спальный мешок, ну я не знаю, ребят, я не бежу в нем смысла. Я реально вот играю, вот сейчас 33 серию уже, я не испытывал нужды поспать где-то в чистом поле. Да, это очень круто в том, что можно сохраниться, поспав. То есть, ты получаешь сейф, если вдруг у тебя там спички кончились. Но, ради этого таскать с собой 2 килограмма лишних. Может, я не прав, но как-то я не чувствую в этом нужды. Кстати, даже если я уберу и возьму вот этот контейнер, то все равно по деньгам у меня не совпадает. Обалдеть дробь, дорогая. Кошкин глаз, кстати, есть. Ну и все-таки, наверное, остается мне брать... Ну, эти деньги же у меня не сохранятся, да, мы это помним. Помним, вроде как. А жаль, кстати. Но остается брать мне консерву и хлеб, чтобы потом это все обменять на патроны. Многие мне советовали вот таким фармом заниматься, типа, там, ходить настреливать. Те же щупальцы кровососов дали их продавать. Консервы хлеб и обменивать. Ну, вот обменял, и у меня еще есть деньги. Наверное, зря сейчас все сразу поменял. Ну, а еще мне с собой, что ли, таскать, да? С другой стороны. Для шести артефактов контейнера тут не было. Кто-то мне тоже там сказал, возьми для шести. Нету. Ну, а что мне остается еще? Еще на 10 косарей надо что-то взять. Спичек, что ли, набрать? Да даже если я 9 штук возьму, еще куча останется. Бинты. Антират 1. 34, 450. А ну-ка вот так. Так получается идеально. Я думаю, я поменял все не по максимальной выгоде. Возможно, мне стоит лучше взять что-то другое. Но я не вижу тут что брать. Детектор? Да нафиг он нужен. 20 тысяч тоже стоит. Контейнер для одного арта? 20 тысяч. Даже если все убрать, кроме вот этого контейнера, который у меня сейчас жизненно необходим, вот этот, чтобы дальше по сюжету двигаться, у меня все равно не хватит денег. Ну, конечно, я мог там одну, один хвостик накинуть какой-нибудь. Но не знаю. Ну, а что еще остается, правильно? Да ничего. Сто лет в обед мне не нужен спальный мешок, дроп или там аптечки нет. Поэтому я думаю, что я сейчас правильный обмен совершил. Можете писать в комментарии, как я поступил неправильно. Как мне стоило поступить. Ну и 160 рублей остается, на них уже ничего не купишь. Поэтому бывай. До встречи. Что там по килограммам-то я разгрузился или наоборот нагрузился? 51,9. Да непонятно. Хотя тут дура весит 6 килограмм. Контейнер для трех артов. Кстати, у меня там не прошел этот дебаф. 20... Да что такое-то? 43,5. Даже если я заболел меткой, как это проверить? Тут больше ловить нечего. Я понял. Водку. Водку у него не было. Но у него не было водки, да, действительно. Вот самый большой минус это то, что деньги, которые ты у него выторговываешь, не переходят на основной счет. То есть это по сути как бы не торговля, а обмен. Да, у него никакой водки нет в помине. А у меня, в свою очередь, денег нет. Абсолютно. 970 рублей. То есть, ну, мне один пузырь надо, я не куплю за эти деньги один пузырь. Это совершенно точно. Все пузыри у меня ушли. Смотрю, народу у вас немного. Наварта есть? А, ну мы вроде об этом разговаривали. Мелочь зубастая. Не любит наш Сергеич Шума. А, ты знаешь, Витька ворона в теной долине. Встречал, а что? Дорожку тебе перешел? Так я не по этим делам. Чур тебя меченый. Совсем наоборот. Мне надо у него кое-что узнать. Точнее, поиметь. Нормально объяснить можешь? Короче, Пахом давненько с ним дела ведет. И рассказывал, что у того Витька можно всякое редкое оружие достать. А мне как раз надо один ствол. Демьяну в подарок. Он мне с коммерческими вопросами помогает. Вот я и решил благодарить приятеля. Ход решил. И какой ствол ты хочешь? Револьвер Кольт Кинг Кобра. Говорят, громобой еще тот. Кабана, плоть, даже кровососа, с одного выстрела валит. Хороший подарок будет. Как думаешь? Чего? Ты представляешь, сколько Ворона за него запросят? Меченый. Постарайся. Очень надо. Я долгу не останусь. Есть у меня информация, как можно варить кристальную колючку из карусели. Верный рецепт. Сам проверял. Соглашайся. Подумаю. Охренеть. Громобой, значит, от Витька Ворона с Темной Долины. Это хоть отметилось, кстати? Да, отметилось. А, так он водку не продает. Подожди, тут банально невозможно достать водку. Понимаете, в чем прикол? Я попал в западню сейчас, по факту. Кто же мог знать? И самое главное, что мне ее, в принципе-то, негде брать. Сидор, если и продаст, то, наверное, по бешеным деньгам, которых у меня нет. У меня всего 900 рублей. Даже если у кого-то из сталкеров, то это будет минимум тысячи три. Я попал в просак. Поздравляйте меня. А квест с этим чучелом очень надо сейчас решить, по-хорошему. Чтобы потом вот это не бегать заново. Нет ничего. Да, ну, может быть, в тайнике будет водка, да? Вдруг так повезет, и там водка окажется. Что маловероятно, но мало ли. Прикол. Я опять выжил. Что-то у меня везти стало в последнее время. Это же мне как? Получается, опять сюда вернуться? И как тут переться через... Ну, явно и не через деревню. Видимо, сюда, к сгоревшему, и вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Слышь, водка есть? Нет. Итак, как мне попасть на остров? Ну, это, конечно, ужас. Я не знаю, как тут пройти. Тут по-любому тратится антирад. Что-то у меня есть там? Ну, сюда ставим. И просто идем. Ну, да, тут ужас. Хотя, возможно, сколько там я рентген хапнул? А, так это меньше одного рентгена. Так это можно вывести. Здрасте. Я правильно понял, что вы через воду только что пробежали? Дожили. Вот так. Кошки научились ходить через воду вообще. Представляете? Что там есть еще кто-нибудь? Да вроде бы нет. Короче, тут какое-то прям место такое. Очень спокойное. Можно его пройти, и особо радиация не наестся. А куда там ведется дорожка? Да никуда. К забору. К барже, я так понял, лучше не ссуваться. Потому что у нас за пределами карты. Значит, просто идем к ребятам. И эти твари тут. У меня вообще какой-то покой будет. Вот куда ни плюнь, везде эти твари. Две башки поимел с этой стаи. Три патрона остался. Ну, тут уже вроде как никого. Я могу спокойно дойти. Привет, служивые. Что караулим? Да так. Первогоочный пункт. Иногда привозят ученых, которые эту заразу изучают. Ну, и светим в болото, чтобы те не заблудились. Мало ли. В общем, вот сидим тут. Мне весело как-то. Не надоело? Да задолбало, по-самому я не хочу. Жратвы нормальной нет. Выпить нечего. Радиация. Хоть и дают таблетки, а все одно. Боязно. У тебя нет случаев нормальных консервов? Ну, а если есть? С какого перепугу я должен подкармливать военнослужебовцев? Ну, мы же соображаем. Патрошиков можем подкинуть. Этого добра пока хватает. Вон, цинки копятся. Сбрасывают свертухи. А по ком стрелять? Тихо тут. За пару консервов патрон к автомату. В смысле, так один хлеб, одна консерва же. Хорошо, заскочу. А, то есть я сказал, что я могу по этому поводу поговорить. А случайно там в бартер записка не упала? Нет, только у Жилы последний раз. Кто такой Жила? А, ты бандосик вроде бы. Да. 25 охотничьих колбас за ПП Бизон. Ну ты больной. Так, что у них тут? Лежаночка. Ну так, компьютер. Бояка. Ученый. Привет, мужик. Интересуешься? Да типа того. Что изучаешь? Я-то? Просто так и не объяснишь. Пока вот за аппаратурой слежу. А уж она все делает сама. В выброс регистрируются разные энергетические флуктуации. Все компонуется и отправляется через релейные ретрансляторы в нашу шарашку. А уж там пытаются понять, что же получилось. А что тут? Ближе к центру выброс гораздо сильнее. Серьезно? Ну надо же. А мужики-то и не знают. Шучу. Все это понятно. Но ведь данные, которые получаем при выбросе, нужно еще и отправить туда, где их могут анализировать. А связь в зоне вообще никакая. Вот и получается, что только тут, на окраине, и возможно вести постоянное наблюдение. Хм, значит связь постоянная у вас тут. Интересно. А, ну и все. Зашел, хожу, брожу и в принципе все. Представляешь, две консервы. А я-то сейчас губу раскусил, думал, во, 7 пачек патронов выменим. О, ты сожра твой? Путевая есть что? А ты, значит, начпрод. Не начпрод. Просто моя очередь дежурить. И за складом приглядывать. Ну что? Есть что на обмен? Консервы. Только консервы берете? А колбасу, к примеру? Ну, колбасу это ваше. Ну и нафиг. Уже ученые одного вон еле откачали. Консервы берем. По крайней мере их на заводе делают. За банку дам патронов 5.45 бронебойных. За две патроны 7 часа 2. И хлебушка не забудь. Батон к каждой банке. О, подожди, а тут две банки вроде просилось снизу. Банка с хлебом, давай 5.45. Ну 7 часа 2 мне не надо, поэтому давай еще. Ну в принципе, я думаю, по максимуму надо обменять. Потому что патроны мне нужны. 7 раз я могу обменяться. Нужны что еще? Ладно, пойду. Да, я думаю, спрошу. Нет, у меня больше ничего нет. И в итоге 49 килограмм, во-первых, разгрузился. Во-вторых, 213 бронебойных. Вот это надо мне. Получается, мне нужно просто дойти до того берега. Я вообще, наверное, умрусь и попробую это сделать. Среболты прям как-то странно падают на эту воду. И потом проваливаются вниз. Давай попробуем. О, как жестко рентген охапывается. И все, он уже сразу устает. Не, это смерть. Надо было переходить там же, откуда я и пришел. Субтитры сделал DimaTorzok